Однако, несмотря на явную аналогию с темплейтами C++, дженерики в Java не так мощны и имеют существенные ограничения. Объясняется это, с одной стороны, нежеланием слишком усложнять язык, а темплейты в C++ это действительно сложно. И с другой стороны, обратной совместимостью, то есть стремлением не разломать существующие Java программы при добавлении параметризации во многие классы стандартной библиотеки, где раньше этой параметризации не было. Первое ограничение дженериков в Java заключается в том, что параметризация возможна только ссылочным типом. То есть значением параметра не может быть примитивный тип или примитивное значение, что было возможно в C++. То есть три нот, параметризованный классом string, это хорошо. Три нот, параметризованный интежером, да, тоже хорошо. Три нот, параметризованный массивом примитивных интов, окей. А три нот, параметризованный примитивным интежером или значением 10, так не бывает. Про второе ограничение мы узнаем чуть позже. Продолжить обсуждение дженериков я хочу уже на конкретном примере класса из стандартной библиотеки. В качестве такого примера возьмем очень простой класс Java Util Optional. Это такой мини-контейнер для одного единственного объекта произвольного типа. При этом объект опционален, то есть может отсутствовать. Здесь показан не весь код класса, а только то главное, что влезло на слайд. Продолжение следует...